Слово Божие И тему, которую сегодня хотелось бы обратить внимание, поговорить, подумать, я назвал «Перекрестки жизни» или «Потерянное поколение». И перед этим в самом начале мы прочитаем одно местописание. Это послание к Ефесянам, 6 глава, с 1 стиха. Дети, повинуйтесь родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом в простоте сердца вашего, как Христу. Не с видимой только услужливостью, как человека угодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души. Служа с усердием, как Господу, а не как человеком. Зная, что каждый получит от Господа по мере и добра, которого он сделал, раб ли или свободный. И вы, Господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия. Аминь. На первый взгляд, самый обыкновенный, богодухновенный текст священного Писания, в котором нам представлено несколько категорий людей. И я думаю, что их могло быть и больше, это семейные отношения, отцы, дети, и это категория рабы и господа. И если мы внимательно посмотрим, о чем идет повествование в этих девяти стихах, то мы увидим, что в этих группах, ну давайте их назовем социальные группы, да, то есть вот эти институты жизни, которые мы видим, понимаем, что в них что-то произошло. Что здесь мы можем видеть в этом местописании? Мы видим, что апостол, он призывает детей не раздражать, повиноваться родителям, а родителей не раздражать своих детей. Я думаю, что такое могло произойти в семьях, в домах, почему ни с того ни с сего, вот именно на этом эпизоде жизни, в этих ситуациях, почему дети, они стали не повиноваться родителям, а родители стали раздражать своих друзей, ну раздражать своих родителей, вернее, да, то есть детей своих. И в этот момент мы понимаем, что тут же в параллельной какой-то жизни, где есть рабы и есть хозяева, происходит тоже нечто непонятное, потому что написано, вы рабы, уже не будьте теми рабами, которые вы были, вы будьте послушны, вы любите своих господ, а вы, господа, относитесь с любовью, с терпением, не как вот, ну вот, как к рабам, а как к людям, к братьям во Христе. Что же такое должно было произойти в мире и ситуации в этой стране, что люди начали конфликтовать, не понимать друг друга, и начали каким-то образом свою позицию немного, как-то вот, ну, показывать. А знаете, на самом деле ответ очень простой. Пришла некая новая эпоха, пришло то, что мы называем Новый Завет. Пришел великий перекресток человечества, и этот перекресток под названием Новый Завет, он разделил мир пополам. Все люди, которые жили до этого времени, до этих лет, до пришествия Иисуса Христа, они все жили в определенной культуре, в определенной религии, в определенных правилах, то есть это было им понятно. Они в этом жили, существовали, учили свое потомство, работали в этих условиях, проходили какие-то ситуации, но тут приходит Новый Завет, и этот Новый Завет приносит новые формы, приносит новые заповеди. И знаете, и в тот момент, давайте только представим, что переживали те люди. Это мы, те, которые сегодня уже живем в 2021 году, от Рождества Христова, мы уже все знаем. У нас есть Священное Писание, мы его прочитали, мы знаем начало, конец, то есть нам уже даже сказано не убавлять, не прибавлять, то есть мы знаем все в контексте. Но представьте тех людей, которые попали именно на тот перекресток жизни. Люди, евреи, которые жили тогда в Израиле, которые тысячелетиями проповедовали свою культуру, учили своих детей, принимали это от отцов, от прадов, читали Тору, наставляли, учили. И в один момент приходит Новый Завет, приходит Христос и говорит, я пришел, как помните написано в Евангелии от Матфея, не разрушить, да, но исполнить закон. То есть он приносит то, что на самом деле, то, что они всю жизнь свою сознательную делали, он говорит, а теперь говорю, не око за око, да, а любите врагов ваших и так далее, и тому подобное. И, конечно, в том старом поколении людей Ветхого Завета, как мы сегодня их начинаем, ну, да, как мы их сегодня называем, происходят некие реформы. Они многие, знаете, начинают не воспринимать это как истину. Для них это становится сложным. Подростки, дети или новое поколение, которое, да, так немного помобильнее, они, наоборот, воспринимают это, ну, на ура. И здесь апостол пишет, а вы, говорит, дети, не раздражайте ваших родителей, потому что если вы поняли суть Ветхого Завета, если на этом перекрестке человечества, мира и всего, что там произошло, вы быстро в это вошли, то не надо раздражать ваших родителей тем, которым надо подумать, надо осознать, надо переварить, надо с этим пожить, надо с этим поспать, просто это принять, и для этого понадобится какое-то время. Так же это вошло и в какие-то социальные круги, когда апостол Павел пишет, а вы, господа, знаете, когда-то был просто господин, а когда-то раб, а потом они стали раз и братья во Христе. И он их начинает их учить и говорит, а вы теперь не просто общайтесь как раб и господин, а вы общайтесь как? Вы общайтесь как братья. Как вы думаете, легко было это вместить, если я всегда был господином, если я всегда смотрел на людей вот так, для меня они были как цифры, они были для меня как какая-то, ну, там, сила рабочая, да? А у рабов своя ситуация была. Они смотрели на этих господ и тоже жили в своем определенном менталитете и культуре. И потом им говорят, все, ребят, этого больше нет, любите друг друга. И знаете, это великий перекресток жизни, когда мы читаем это местописание, и мы видим, что апостол, он пишет, ребята, друзья, братья, рабы, начальники, отцы, дети, вы просто все попали на большой перекресток жизни. И на этом перекрестке нету правильных или неправильных, виноватых или невиноватых, все на этом перекрестке жизни. И вам просто надо взять и вот это понять, вместить, где-то реформироваться, перестроиться, уверовать в этом и пойти с этим куда? В новую жизнь. Я знаете, я думаю, Новый Завет, он разделил общество и всю историю напополам. И мы, люди, которые уже, как я говорил, прожили какое-то определенное количество времени, мы понимаем, что не все смогли это сделать. Многие люди Ветхого Завета, живущие в тех годах, они так и остались там, в той истории. Они так и остались с теми понятиями. Они так и остались с той культурой, не смогшие перейти в новое. И знаете, я думаю, если мы вникаем в эти моменты, мы понимаем, что в истории очень часто человечество проходило некие моменты. Давайте мы немножко вспомним, если кто-то читает книги, интересуется литературой, помните, такие писатели, как Хемингуэй или Аймарк, они описывали такие события, это было время, ну, в основном, Первая мировая война. И многие их произведения, они описывали некое поколение людей. С их произведений произошло это понятие «потерянное поколение». Что я имею в виду? Люди примерно 1890 года рождения, когда они достигли совершеннолетия, это был где-то там 1900 какой-то там, ну, год там, 15-й там, и это было начало Первой мировой войны. Это были люди молодые, люди, которых надо было призвать в армию. Это люди, которым надо было дать оружие, дать идеологию, сказать, идите, защищайте родину, воюйте, убивайте, защищайтесь, ну и так далее, по законам войны. И вот это поколение молодое, которое, в принципе, никогда еще не знало о том, что, ну, что такое жизнь, потому что до этого момента они жили в домах с родителями, я говорю в общем, да, они пошли на войну, и много лет они там провели. Как вы думаете, эти молодые люди, ну, в основном это были парни, мужчины, но и девушки тоже, когда они провели эти годы в этой войне, что они там в себя впитали? Они впитали некие принципы. Они поняли, что если стрельнуть в человека и убить его, ну, в принципе, это нормально. Что если взять и изнасиловать женщину, хочет она или не хочет, это тоже, в принципе, ну, допустимо. Они увидели много крови, много насилия, много того, что было по законам войны, нормально. Но когда-то эта война, она закончилась. И этих парней сказали, все, войны больше нет, возвращайтесь в ваши дома, в свои страны. И вот эти ребята, это поколение вернулось назад. И им сказали, а теперь, ребята, вы живите нормальной жизнью, женитесь, работайте, уважайте, любите друг друга. И вот то поколение, которое начало пробовать себя в этом, пришел этот термин, потому что мы увидели именно вот это потерянное поколение. Оно было потеряно в чем? Оно не смогло перестроиться. Перестроиться в том, что оно всегда понимало, что можно силой взять, можно завладеть, можно наглостью, каким-то напорством. То есть они жили по законам войны, и эта война, она жила в них внутри. Эти люди, которые на самом деле прошли это, они не могли подойти к этой мирной жизни и войти. И пришло это понятие. Потерянное поколение. Многие люди спивались, многие люди занимались всякой ерундой, бандитизмом. И это люди, которые, знаете, многие из них так и закончили свою жизнь, не выветрив, не выйдя из этой ситуации. Я думаю, что если мы будем смотреть историю человечества, и в том числе, наверное, если мы уже будем ближе к нам смотреть, я помню, когда мне рассказывала моя мама в 1953 году, она была маленьким ребенком, она мне рассказывала, умер Сталин. Она говорит, ты знаешь, как это выглядело? Говорит, тогда такие граммофоны висели, ну, по громкой на улицах. И всех позвали на улицу. Всех позвали на улицу, и таким голосом объявили. Сегодня, ну, и объявили, что умер отец, вождь всех народов Сталин. Она говорит, ты знаешь, что была за атмосфера? Она говорит, наверное, около минуты была гробовая тишина. Просто все обомлели. Потому что люди понимали, с этим человеком, с этим лидером, с этой философией, с этой позицией, они преодолели войну, они выиграли то, они устояли здесь, они, для них это была очень сильная позиция. Для них это был уровень Бог. И когда они это услышали, говорит, первую минуту, все просто молчали в оцепенении. Это было некое осмысление того, что происходит, говорит. А на следующей минуте, знаете, говорит, что произошло? Все как будто им дали какой-то такой знак, отмашку, и все завыли. Просто завыли и заплакали, потому что на людей нашел некий страх. Они понимали, вот люди того поколения, я не знаю, насколько мы это осмысляем, насколько мы это понимаем. Мы понимаем, что эти люди прожили при этих условиях, при этой политике, при этой партии, они столько прожили, и тут наступил некий перекресток жизни, когда им сказали, тот, который вел вас, которого вы слушались, кого вы доверяли, его больше нет. И знаете, как почва, из-под ног она вышла у тех людей. И в один момент они осознали, что они одинокие. А в один момент они осознали, что нету того, который их поведет, и скорее всего сейчас кто-то придет, их завоюет, обидит, уничтожит, и, может быть, еще хуже того убьет. Я, знаете, я думаю, такие перекрестки жизни, о которых мы сегодня говорим и вспоминаем, мы большинство сидящих в этом зале, мы, наверное, люди из 90-х. Это был великий перекресток в истории, как минимум, России. И мы каждый можем вспомнить себя. Если кто-то хоть помнит, что такое было 91-й год. Представьте, мы прожили 70 лет при условиях коммунизма, идеи, вот этого всего, что мы знаем, галстуки, комсомол, вот эти вот все вещи. И в один момент нам объявили, что этого больше нет. Вспомните нашу реакцию. Но я не думаю, что мы там сильно в подушке плакали или страдали. Но, знаете, люди потерялись. Люди не поняли, что происходит. Люди думали, ну, сейчас, может быть, как-то все наладится. Сейчас, может, как-то все быстро перестроится. Сейчас как-то быстро все там нам расскажут, как по-новому. Но люди, они, знаете, мы видим, что своими поступками люди, они потерялись на этом перекрестке жизни. Кто куда понесся. Кто-то быстро понял, что надо идти в бандиты и всех бить. Работает. Кто-то понял, что надо все продавать. Кто-то понял, что надо быть еще кем-то там. Кто-то понял, что надо быть Ласковым Маем. Кто угодно. И все мы побежали куда-то в какую-то, вот, знаете, хвататься за что-то, за кого-то. Мы начали искать своих авторитетов. Мы начали искать, а те, которые были, ну, я не знаю, может, те, которые были особо не, не знаю, как их назовем, ну, мы. Многие схватились за стаканы, за иголки. Ну, то есть люди не понимали, что им делать. Это был такой великий перекресток, когда люди начали просто теряться. Я вспоминаю своего отца. У меня отец, он, знаете, всю жизнь был военным. У него всегда были выглаженные штаны. Он всегда был в чистой белой рубахе. Он всегда был, знаете, такой мужчина. Ну, знаете, мне кажется, Советский Союз бы им гордился. И вот в этот момент этот мужчина, который стоял на основах всего того, что проповедовалось и идеализировалось, я помню, как он потерялся. Я помню, как он не мог себя найти. Я помню, как он хватался там за вахты, за то, за то, за какие-то моменты. Если вы вспомните, что происходило в наших семьях, что происходило у наших родителей, что происходило в том, что на самом деле в наших жизнях. Я, знаете, я думаю о том, что эти перекрестки жизни, иногда, когда они приходят, они заставляют человека задуматься. Эти перекрестки жизни, они настолько влияют на нашу судьбу, а социологи говорят, что Россия пережила двойное, двойной перекресток, потому что в 94-м году появился что? Интернет. Он был не такой, конечно, массивный, как сейчас. Это можно было смски отсылать или еще там что-то, да? Потом был 96-й год, пейджеры, и людям сказали, люди, а теперь не только то, что вы видите, а еще кнопочки, там можно покупать, продавать. надо нажимать, и там ты рассказываешь, как работают. Не все молодые знают, что такое госуслуги, и как эти кнопочки называются. И люди попали в эти условия и тоже потерялись. И знаете, это было очень сложно и непонятно для людей. Сегодня эти перекрестки жизни, они настолько часто бывают и встречаются в наших жизнях. Я хочу сказать, что сегодня некоторые люди только освобождаются из тюрем, совершив преступления в 90-х годах. Многие лечат сегодня болячки, потому что не знали, за что хвататься и как быть, которые они получили в 90-х годах. Сегодня многие люди, знаете, я что скажу, они так и живут в 90-х годах. Вроде и человек есть, вроде и тело есть, но вспомните себя. Я вот скажу за себя. Я несколько лет, я всего три дня был пионером, и то мне иногда хочется вспомнить, как хорошо нам было там. Я вспоминаю какой-то гастроном, какой-то пионерский лагерь, и знаете, я думаю, мы уже 30 лет, уже с 91-го года, прошло 30 лет, мы не живем в этой стране. Ее уже нет, от нее уже практически ничего не существует. Но знаете, многие из нас, мы живем там, мы живем этими надеждами, существуют какие-то партии, и кто-то из вас может сказать, ну ты что-то нагнетаешь, потому что на самом деле мы уже люди мобильные, интересные, мы уже перспективные. Я знаете, вчера прочитал одну интересную вещь. Знаете, что у нас на Красной площади есть мавзолей. Знаете, кто там лежит? Ну, мы все знаем. А что бы нам не похоронить этого человека? А знаете, почему мы его не хороним? Мы же уже 30, ему уже там под 100 лет. А мы его не хороним, потому что провели социологический опрос и сказали, кто за то, чтобы похоронить, а кто за то, что знаете, сколько человек сказало, не надо никого хоронить, оставьте нам наше. Это было 60%. И я это, знаете, о чем говорит сегодня? Мы возрастом, мы телом, мы культурой или менталитетом может быть ушли в какие-то года, но там на перекрестке кто-то там и остался. Кто-то до сих пор вспоминает, как же нам это было там, что с нами там происходило. И знаете, на самом деле может и там и правда есть светлые моменты и яркие впечатления, но друзья, этого уже нет. На том перекрестке жизни нам надо было понять, что сегодня мы живем в другой стране, сегодня новые правила, новые законы, новые взгляды на жизнь и это тоже неплохо. Я знаете, я перехожу к библейским моментам и может так много сказал о каких-то таких исторических фактах, чтобы нам было понятно. такие моменты переживали многие люди в истории. Но самый яркий момент, который только можно, наверное, увидеть, понять, и, наверное, ярче не может быть, это евреи наши любимые. помните, когда они попали в рабство? 400 лет. Я вот опять так думаю, что нам очень легко понять, но знаете, мы так быстро можем прочитать этот исход, бытие, ну вот эти все, ну недолго для чтения. Люди прожили там 400 лет. Давайте опять поймем, мы 70 прожили и до сих пор там, знаете, смакуем некоторые моменты, 400 прожили. И вот когда-то в их жизнь приходит некий перекресток, новое. Приходит Моисей, и в принципе они об этом знали, где-то из послания, из истории, они понимали, что когда-то должен быть исход, когда-то кто-то должен прийти и вывести их оттуда. И вот он появляется, Моисей, появляется ярко, появляется с чудесами, знамениями. Ну как вы думаете, человек, увидевший, как раздвинулось море, он вообще как бы забудет это когда-нибудь? Я думаю, те, кто, знаете, 5000 рублей на улице нашел, уже это могут не забыть никогда в жизни и рассказывать о чудесах и знамениях в своей жизни. Представьте, море раздвинулось, 10 казней там было, люди увидели это все, фараон, который напрягал их всякими там кирпичами, стройками, там еще какими-то моментами, он говорит, идите и отпускает их. И эти люди, они же не просто покидают свое географическое направление, ну положение, они что? Они идут с обетованием, они идут туда, не просто давайте выйдем и пойдем и куда-нибудь пойдем. Они куда идут? Они идут в землю обетованную и там написано, что там будет молоко и мед, там будет вам счастье, радость, вы там с Господом будете. И вот в какой-то момент вспомните состояние этих людей на каком-то этапе в пустыне. Давайте просто прочитаем, как это написано, это небольшой отрывок, я думаю, таких можно было бы много найти. Исход 16 глава 3 стих написано так. И сказали им сыны Израилевы, о, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это умоить голодом. Представьте, эти люди, ну, давайте мы тоже к ним как-то снисходительно отнесемся. И вот они идут по пустыне. Они понимают, что где-то земля обитованная, что где-то будет все хорошо, но кушать хочется. И в этот момент, я представляю, вот сели они там у костров, у палаток, почесали свои животики там, или что там, посмотрели в свои рюкзачки, и поняли, кушать нечего. И в этот момент, когда тяжело и сложно, это, знаете, тоже такой перекресток. Знаете, когда у тебя все хорошо в жизни, ты вообще там, ты летишь, и мы называем это как бы на банановой корке, да, мы такие водохновленные, у нас Иисус все решил, мы там пойдем до края земли, а бывает так, что сядешь, посчитаешься, посмотришь свой там Сбербанк, там, посмотришь на свои ботинки, посмотришь в ванне на свои зубы, и понял, что как бы, ну, не все так вообще как бы правильно, и в какой-то момент, знаете, вот сама мысль, сама идея, она куда-то начинает уводить тебя, или посмотришь на свою семью, на свои отношения, на своих друзей, иногда, знаете, так куда-то такой включаешь режим ностальгии. А помните, как было тогда? Ну, до церкви. Как мы собирались баяны рвали, а помнишь, какая соседка была, а ты помнишь, какие субботники, ну, что-то же было, мы же не просто там как-то вот жили, и человек, он начинает вспоминать вот эти идеи, вырывать из них, но мы-то сегодня понимаем, что мы люди, которые рожденные от Бога, и Бог нас спас, и Он нас не просто вывел из одной жизни в другую, и сказал, ну, теперь будет другая жизнь, была такая, теперь будет такой, Он говорит, нет, там была жизнь в рабстве, сегодня вы свободны, сегодня вы живете с Господом, и Он говорит, и вы идете в новую жизнь, но нам иногда так хочется, знаете, вот жить, и думать, пришел я в христианство, и сказали, муж одной жены, улетел куда-то в мысли, думаешь, а там не было муж одной жены, там можно было по-всякому, и вообще там все можно было, иногда эти мысли, они, знаете, начинают захватывать, иногда можно было гвоздь с завода утащить, или какую-нибудь покрышку там выкопать, у кого-то где-нибудь украсть, и вообще совесть не обличала, вообще все было хорошо, а сегодня что-то делаю, и знаете, везде какое-то ограничение, все пошли отмечать там 9 мая, я пошел домой, я, знаете, я пошел к жене, я пошел картошку копать, и ты думаешь, я уж какой-то ограниченный может быть человек, я хочу сказать нашим телезрителям, которые могут дальше нас на канале Ютуба посмотреть и послушать дальше слово, переходить туда, и знаете, я хотел бы сказать, он внизу не он он здесь и в